Вопрос о безопасности Сухой Суперджет 100 публично поднял совладелец С-7 Филёв. Он напомнил о прошлогоднем инциденте с этим самолётом в Якутии, отметив, что по слухам при аварии была течь из баков. Его попросили дождаться официальных результатов расследования. Межгосударственный авиационный комитет 5 июня опубликует первый отчёт о катастрофе в Шереметьево. А во вторник совладелец С-7 Владислав Филёв публично поднял вопрос о безопасности Сухой Суперджет, сообщил Интерфакс. В частности, он вспомнил прошлогодний инцидент в Якутии. О том, что может стоять за словами предпринимателя Михаил Сафонов. Инцидент, о котором напомнил Владислав Филёв, произошёл прошлой осенью, за 8 месяцев до катастрофы в Шереметьево. Сухой Суперджет летел из Улан-Д в Якутск. При посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Точнее, на часть ВПП, которая была на реконструкции. Из-за этого разрушились стойки шасси. На борту были 91 пассажир и 5 членов экипажа. К счастью, обошлось без жертв. Лишь 4 человека обратились за медпомощью. Сейчас совладелец С-7, напомнив о происшествии, в принципе поднял вопрос о безопасности Суперджета. И попросил прокомментировать, как он сказал, слухи, что в тот раз из-за разрушения шасси началась течь из топливных баков. Правда, вряд ли слово «слухи» применимо к тому эпизоду. О нарушении герметичности баков и разливе авиакеросина РИА новостям тогда сразу же заявила спасательная служба Якутии. И вряд ли такой осведомленный человек, как Филев, об этом не знает. Хотя нужно понимать, что в такой ситуации с любым самолетом могло случиться все, что угодно, замечает бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич. Когда самолет выкатывается за полосу, считаем, что он просто дальше едет по буеракам, по бурелому и так далее, и так далее. Там, естественно, шасси подламываются. Это всегда и везде. Они выламываются совершенно в нерасчетных нагрузках. То есть там могла быть течь, могла не быть течь. Ведь самолет рассчитывается на определенные расчетные случаи, которые поименованы. А если мы самолет по булыжнику начинаем катать, там мы все, что угодно. Владиславу Филеву можно понять. В прошлом году его S7 заключила рамочное соглашение о поставках 100 суперджетов. Из них 50 – так называемый «твердый заказ». Речь шла о новой модификации, укороченной версии на 75 кресел. Причем, как писали СМИ, эту идею поддержали на самом высшем уровне. На данный момент в парке S7 суперджетов нет. Зато есть его прямой конкурент – 17 бразильских лайнеров Embraer. А сейчас, после катастрофы, после других инцидентов с Сухим – они, кстати, были и раньше, просто СМИ на них сильно внимания не обращали. После того, как от суперджетов отказываются другие перевозчики. Слова Владислава Филева наталкивают на определенные мысли. Тем более, как говорит летчик-испытатель, герой России Александр Горнаев, S7 в свое время хорошо изучила суперджет. В группу S7 входит инженерный центр, который на порядке превосходит по своим техническим возможностям серийные авиастроительные предприятия. Когда гражданская система Сухого попыталась наложить монополию на обслуживание своих самолетов, то Филев одно время в своем инженерном центре предлагал делать то же самое на конкурентной основе. Так вот, уже первые шаги по суперджетам их просто ужаснули. Я не могу раскрывать секреты Филева. После катастрофы в Шереметьево на суперджет обрушился шквал критики. И далеко не всегда, как говорили и летчики, и конструкторы, справедливый. Тем более, звучали голоса, что к лайнеру хоть и много вопросов, но еще больше их к подготовке российских пилотов, которых почти перестали учить управлять самолетами вручную. А среди проблем суперджета часто называли чисто экономические. Сложности с поставками запчастей, быстрый износ двигателей. Из-за этого самолеты простаивают, что приносит авиакомпаниям огромные убытки. И помимо вопросов безопасности, это тоже важный аргумент для перевозчиков, чтобы отказаться от Сухого. Тем более, что решить проблему сложно. Тот же французский двигатель, который быстро изнашивается. Его можно было бы модернизировать, но для французов это совсем не те объемы. Немногим больше сотни суперджетов летают по России, и всего 33 за рубежом. Это количество сопоставимо с флотом, хоть и крупной, но всего одной авиакомпании. Главный же конфликт интересов лежит еще и в идеологической плоскости. Раз Россия производит суперджеты, значит, кто-то их должен покупать и летать.